Добрый день! Я бы сказала, что автором не рождаются, автором становятся. Чтобы быть автором, нужно дойти до своей мудрости жизненной. Я считаю, что автор – это архинаставник, архипроповедник. Пусть у меня диплом «Бакалавр педагогических наук», но для того, чтобы действительно стать состоявшимся автором, требовалась «Школа жизни». И теперь в свои 40 я реально чувствую, что авторство – это мое призвание. Когда вы в первый раз написали что-то и поняли, что этим хотите заниматься и дальше? Первые работы оценены, наверное, как и у всех, это были школьные эссе, школьные сочинения. Еще в пятом классе моя учитель белорусского языка и литературы, Эмма Владимировна Врублевская, она оценила мое сочинение. Мы пошли на пленэр, и после прогулки в Старом парке нам предложено было написать эссе. Я написала его на белорусском языке, на родном белорусском языке. И вот за это первое сочинение вдохновенно я получила пять с большим-большим восклицательным знаком. И оно было защитно перед всем классом, мне было очень приятно. Это была первая моя минута славы. А потом как оно пошло, что вы начали писать сначала стихи? Чем вообще больше поначалу увлекались? Это была поэзия, это была проза? Какой это был жанр? Наверное, больше проза. Стихи пошли именно в уже юности, молодости, в пору влюблённости. То есть стихи – это всё-таки, знаете, больше такие переживания о любви, о, так скажем, счастье, женском счастье. Ну а о погоде, о природе, а также на злобу дня я писала всегда. Но это женское счастье. Вы его нашли? Да. Оно как-то, вот это отражается, ну то есть всё, что с вами происходит, отражается в ваших работах, да? И вот расскажите о настроении, которыми пропитаны ваши работы. Я думаю, что вы делали какой-то анализ, что вот в 15 я писала про это, потом в жизни случилось вот такое, это был бум, всплеск. Характеризуйте ваше творчество, вот в вашей поэзии. Ну, во-первых, я считаю, что любое творчество, особенно женское творчество, инфернально. Поэтому мои книги – это мои дети. И главный мужчина в моей жизни – это главный соавтор в моей жизни. Вот. И каждую книгу я… Книга – это не просто, так скажем, количество страниц, понимаете? Это концепция. Это концепция, это сюжет, это и проза, и поэзия, и также какой-то эпиграф, жизненная мудрость, к которой ты приходишь. У меня в золотой коллекции, в моей личной золотой коллекции, уже четыре авторских концепции. Причём одна из них, как это ни грустно, банально, но я думаю, что это, так скажем, тоже естественно, это некролог. То есть, допустим, вот моя третья книга, она посвящена моим ушедшим золотым старикам. Вот. И, то есть, без, так скажем, этой капли, наверное, моя золотая коллекция не была бы полной. Но я не останавливаюсь на достигнутом. Я планирую. Я планирую. У меня куча идей, куча, так скажем, задумок авторских. Сейчас я работаю над новой книгой. Она называется… Рабочее название «Школьная пара». Это проза, роман. Вот. И я надеюсь, что это будет хит-продаж, бестселлер. Я надеюсь на то, что моему читателю эта книга понравится. Расскажите, пожалуйста, вот в вашей коллекции, какие книги для вас, наверное, дорогие вашему сердцу по-особенному. Вы сказали, что они все ваши дети, но я думаю, что есть самый любимый. Да, это любимое, это, конечно, счастливое, так скажем, чувство влюблённости. Это «Бон Марьяжу». Это, наверное, любимая моя книга. Самое ценное, самое такое жизнеутверждающее – это «Бон Марьяжу». Как вы совмещаете личную жизнь, насыщенную влюблённость, любовь, вот это вот взросление, становление, и такую яркую, насыщенную профессиональную жизнь? Потому что у вас параллельно выходят работы, стихи. Как вы это совмещаете? Или одно выходит из другого? Вы знаете, я это переросла, то есть я пошла дальше, можно сказать так, потому что дальше приходит призвание, признание, добрая слава, мирное небо, а также сила и власть, некоторые претензии, амбиции и, может быть, смелые задумки, планы. Просто по жизни нужно не стоять на месте, понимаете? Это нужно, чтобы в жизни был прогресс, допустим, и прогресс, и нужно идти вперёд и не оглядываться назад. Вот это моё кредо, я бы сказала, по жизни. Ваше творчество сейчас, оно какое? Чему оно посвящено? В каком жанре любите писать? Вот что хотелось бы рассказать, донести? Как общаться, каким языком общаться с вашим теперешним читателем? Ну, как я говорила, что автор — это прежде всего мудрый проповедник. То есть всё, что я пишу, я об этом знаю не понаслышке. Это я пережила, это я пропустила через себя, и кое-что я в этом понимаю и могу посоветовать. Поэтому я сейчас, может быть, это и не самое актуальное, но я пытаюсь, так скажем, продолжить, наверное, идеи моих наставников. Я думаю, что они недаром со мной время тратили, понимаете? И научить нашу молодёжь и последующее поколение банально таким вещам, как верность, преданность, а также чтобы каждый из молодых людей всегда умел найти свой капитал, построить свой капитал, создать свой капитал. То есть то гражданское общество, которое нам проповедовали, оно должно укрепиться, понимаете? Человек должен нести ответственность и не забывать о правах. То есть вот и в этом случае, я думаю, что и благосостояние, и благополучие — это неотъемлемые черты жизни каждого из граждан. И вы об этом сейчас пишете в своих работах, да? Ну, я это пропускаю красной нитью, я бы сказала так. А сейчас что больше хочется душе? Это, опять же, поэзия или проза? И какая это литература? Какого жанра? Что сейчас хочется рассказать и в каком жанре это донести? Больше это проза. Потому что, говорю, это мои сорок, и, может быть, сантименты уходят на второй план, а проза жизни становится главной в жизни. И сейчас это актуально, те цели, которые я ставлю перед собой. Это и добрая слава, и мирное небо, и, так скажем, разумный капитал. То есть вот то, что я пытаюсь донести, своё видение вот этих моментов. А читатель ваш, он какого возраста? Какой он этот ваш читатель? У вас, наверное, уже сложился собирательный такой образ, портрет вашего любимца, вашего читателя, вашего поклонника. Какой он? Расскажите. Вы знаете, я словила себя на мысли, что первые мои книги – это, наверное, уровень именно юношеский. Раньше это писали для среднего и старшего юношеского возраста, если вы помните. Сейчас я и сама становлюсь старше, и планку тоже поднимаю. Поэтому, во-первых, это человек, думающий, это интеллигенция. Ну и представители творческой элиты, как говорится, о судье кто, понимаете. И тоже членство в Интернациональном союзе писателей, как говорится, от Москвы до Нью-Йорка. Поэтому нужно держать планку. В этом мне помогают мои четыре языка. Я знаю четыре языка. Они все у меня действующие. Я на них и пишу, и читаю, и говорю. Поэтому я стараюсь, так скажем, отдать дань, так скажем, статусу врожденной Гродненки и быть своего рода амбассадором. То есть, понимаете, наше такое положение, как говорится, наш Гродно расположен в самом-самом центре, как говорится, из Варяг в Реги, с запада на восток. Поэтому важно уметь быть дипломатом, то есть нести свою женскую дипломатию. В таком случае миссия амбассадор – это, наверное, идеальный вариант авторской мудрости, я бы сказала. Если мы уже заговорили о Гродно и о вашем взаимодействии с европейскими авторами, европейским писательским сообществом, расскажите, пожалуйста, авторы белорусские – современники, и авторы европейские – тоже современники. Чем они отличаются, что у них общего? Какие сейчас вообще идеи движут писателями, авторами современности? Вы знаете, я мало читаю современников. Мой любимый современный автор-современник – это Льчин Сафарли. Турецкий писатель. Да, да. Мужчина Востока, тонко чувствующий мир. И его книги я прочла почти все, у меня коллекция его книг. Вот, поэтому, может быть, и мое отношение к жизни тоже такое, может быть, тонкое, вдохновенное. Вот, ну... Он как раз тоже пишет о житейской мудрости, о нахождении себя, о призвании, о чем-то таком очень духовном. И последние книги – это вплоть, я так понимаю, от «Сладкая соль Босфора» до последних произведений. Оно все пропитано такой тонкой душевной мудростью и поиской себя в этом мире. Вы тоже к этому стремитесь, правда? Да. Я, прежде всего, пытаюсь оправдать свое громкое имя, потому что быть надеждой – это дважды, так скажем, важно. Это быть не только человеком, так скажем, порядочным, но и быть человеком надежным, понимаете, с меня и спрос двойной. Вот, поэтому вот это – это правда. А если вернемся к белорусским авторам, да, о чем сейчас пишут белорусские авторы, что бы им хотелось донести своей аудитории? Поменялись ли как-то вообще писательские ценности? Может быть, авторы Серебряного или Золотого века и наши современники, может, они о разном говорили? Или это все одно и то же, вечное? Я думаю, что автор – это человек, пишущий и несущий, проповедующий разумное, доброе, вечное. Только времена меняются, меняются, возможно, какие-то моменты, оттенки современности. Но разумное, доброе, вечное – это то, что никуда не уйдет, и это нужно нести, это нужно, так скажем, поддерживать. И, как говорится, у войны не женское лицо, понимаете? Поэтому то, что должна нести в себе женщина-автор – это и мир, и порядок, и справедливость, и женскую мудрость, семейный очаг. То есть вот эти моменты, вот эти акценты присутствуют в моем творчестве. Ваше творчество признано не только на республиканском уровне, но и на международном. Расскажите, пожалуйста, есть ли какие-то награды, достижения, которыми вы особенно гордитесь, которых, ну, хотелось бы, наверное, рассказать, может быть, о них не все знают. Да, спасибо за вопрос. Я получила диплом за участие в конкурсе «Славянское слово». Меня приглашали на награждение в Москву, поехать не получилось. И если разрешите, я бы хотела, может быть, обнародовать то произведение, за которое мне, так скажем, оценили на этом конкурсе и наградили дипломом «Славянское слово». С удовольствием, конечно. Спасибо. Называется, это, я бы сказала, сонет «Ренессанс. Возрождение». Тебя ждала я долгих десять лет. Тебя ждала я десять зим и весен. Я в этой жизни авторский портрет семейных драм. Печаль, тоска и осень. Я о себе без скромности скажу, что с той поры, как начал строить он апофеоз бессмертный, я лишь не находила доброты. Искала плечи, руки, зеркала. В либретто я печали воплощала. Добро должно быть с кулаками. Ты это с молоду познал. В боях за мир, минуту славы, ты с легкостью противника сражал. Виктория одна, одна победа, одна взаимная симпатия, игра. Кто разбросал, как кубики каменья, кто собирать их обещал? А это я и ты, и наши откровения. Приют добра, любви и теплоты. Пусть замок из песка и пепла отстроен для фамилии навек. Шато Оль-Монде. Время тленно. Из вечности домой мы добрили. Очень красиво. Я даже флопозирую, очень красиво, правда. А помимо этого конкурса, вы стараетесь вообще как-то популяризовать свою литературу, популяризировать? Может быть, выступаете где-то? Может быть, вы в республиканских конкурсах участие принимаете? В этом году я трижды выступала на площадках в городе Гродно. Начали мы, стартовали с фестиваля, долгожданный фестиваль. В этом году парад был очень. Это апофеоз, понимаете, апофеоз мира. Это был восторг просто. И первое выступление это было 3 июня возле домика Ажешка. Дали слово мне Людмила Антоновна, Дмитрий Родиончик. Меня пригласили. И у свободного микрофона я выступила со своей поэмой «Неман и городничанка». Затем я была в Москве. И на поклон к Булату Акуджаве, как говорится, на Арбате я читала свои стихи. Также и «Семейный очаг», и «Ренессанс». Всё прозвучало в Москве. Ну и приятным дополнением стало выступление на День города. Здесь посвящённые строки нашему родному городу Гродно. Ну, наверное, как мне кажется, видеть в глаза своих читателей, тех, для кого пишешь, это, наверное, самое волнительное. Найти какой-то отлик. Расскажите об эмоциях, которые получали все. Вот всё, что вы перечислили, какие эмоции всё это вам дало? Правда. Вы знаете, у меня даже есть по этому поводу такое четверостишье. Зачитайте. Да. Меня спросили не однажды. Кто ты? Любимая, родная? А я отвечу снова. Я сердце доверяю славе. А, впрочем, жизнь не разбирает. И ностальгию призову. Что было? Было ли не с нами? И снова славе посвящу. Аккорды счастья и любви. Аккорды ранние, святые. Нет, дежавю, узнаешь ты. Молюсь богам и восклицаю. Слава. Я так говорю о том, что настроение, погоду в моей жизни сделали минуты славы. Понимаете? Минуты доброй славы. Это, во-первых. Ну, и если вы спрашиваете об ощущениях, вот это непередаваемое ощущение, когда ты говоришь, а твои слова уносятся в современность и в вечность. Они, понимаете, они как будто вот, то есть, космос. Это реальный космос. Ты говоришь вот свои стихи, особенно когда вот на площадках Гродно выступаешь, ну и на Арбате тоже. И тебя слышат, тебя слышат и современность, и вечность. Это просто восторг. Аплодисменты, когда аплодисменты, шквал аплодисментов, ну это вообще, знаете. О городе Гродно много пишете? Родной город, очень красивый центр. Вы уже несколько раз за время нашей беседы рассказывали о том, как любите его, о том, что писали. Сейчас много ли произведений посвящено городу над Неманом? Да, о Гродно у меня есть и проза, и поэзия, причем на разных языках. О Гродно даже на французском родилось. Виль-Наталь, это, говорю, это город Гродно, поэтому это правда. Любимому городу строки дарю. Если говорить о том, что сейчас читают современные молодежи, в принципе, современное наше общество, может быть, можете дать парочку советов, кого все-таки прочитать стоит. Может быть, какую-то классику, которую сами придерживаетесь. Ну или советовали бы почитать другим. Ну, конечно же, читайте Сафарли. Это во-первых. Вот, очень советую, очень рекомендую. И из того, что может быть поэзия, ну, поэзия, я считаю, должна быть живой. То есть, вот, та плеяда, то есть, допустим, вот, когда мы являемся, так скажем, современниками, то мы и думаем какими-то общими категориями, мыслим, и тем у нас общие. Поэтому очень важно быть призванным, вот, так скажем, признанным и находиться в плеяде своих современников. Поэтому я в этом плане люблю читать своих фейсмейтс. То есть у меня, я на фейсбук, у меня хорошая такая страничка. Вот, и там я могу читать, допустим, своих московских, своих минских, так скажем, современников. И вот эта живая, понимаете, живая поэзия, вот, она вдохновляет, она советует, она поддерживает. Я вот им благодарна. А если брать классику Пушкин, Достоевский, вот, из Серебряного, Золотого века, топ-3 книги, которые должен прочитать в своей жизни каждый человек? Ну, тогда я бы, наверное, как, ну, во-первых, всегда я, как я лично начала, кто меня вдохновил, это Максим Богданович. Это правда. Говорю, первый вот его сонет, то, что я, то, что проникло, так скажем, ну, глубоко в самое сердце, вот, поменьше песков египетской земли. Вот этого сонета, вот, наверное, даже по образу и подобию, то есть многие мои сонеты выстроены. Вот, Максим Богданович. Ну, спадщину, спадщину никто никогда не отменит. Вот, и это, правда, гениально для белорусского, так скажем, общества, ну, и только для белорусского. Вот, ну, как я сама засчитывалась больше всего Короткевичем. Для меня самый, может быть, такой и интересный, и тонкий, и мудрый белорусский именно прозаик – это Владимир Короткевич. А, может быть, чем-то отличаются наши белорусские авторы? Все три книги, которые вы перечислили, это белорусские авторы, которые писали на белорусском языке. Тогда, может быть, чем-то отличается наша белорусская мова, и мысли, и подача наших белорусских авторов, она, наверное, уникальна, поэтому все то, что вы перечислили, это именно белорусская. Моя родная, мой родной язык, мать у меня с белорусскими корнями, я считаю своим родным языком – это белорусская мова. Все-таки я чувствую в себе корни, понимаете. Я, когда начинаю писать, я, может быть, не выхожу на какую-то, так скажем, обычную, рутинную, бытовую, ту же самую белорусскую мову, а я ищу в ней корни, понимаете. Те архаизмы, те, может быть, то богатство, ту спадщину, как говорится, которая в наших, в моих, допустим, в моей крови, даже я бы так сказала, понимаете. Ну а русский язык, красивый, богатый, литературный русский язык мне достался в наследство от моей любимой бабушки. У меня, как и у Пушкина, была любимая бабушка, она же нянюшка, она же кормилица, Надежда Владимировна, она из Ненашева, это Подмосковье, Тульской области. Вот она всегда мне, что бы она мне ни готовила, что бы она мне, так скажем, не проповедовала, она всегда мне читала Пушкина, допустим, и как ныне сбирается вещь, и Олег отмстит неразумным хазаром. Это вот, знаете, как этот, может быть, ее визитная карточка была, то есть чтобы она лишний раз стихи не почитала, особенно Пушкина это было что-то, да, вот поэтому. То есть именно эти идеи вы переносите и своим читателям, я правильно поняла, вот эти вот корни белорусские и красивый русский язык, вот именно эти идеи вы транслируете у себя? Да, я думаю, что я продолжаю, понимаете. Вот удивительно, мы, первый эфир у меня был в Минске, записали на ОНТ, и мы там разминулись с Евгением Евтушенко, понимаете. Вот только вот сняли с ним интервью, следующее была я, так скажем. И вот я думаю, что это, наверное, нормально, это жизнь, понимаете, это жизнь, это преемственность поколений, допустим, Евгения Евтушенко, Белла Ахмадулина, ну а мы следующие, понимаете, если нам-то продолжать, вот поэтому жизнь-то продолжается. Вот, и это, я думаю, что это очень-очень важно, это очень ответственно, я бы сказала. В продолжение, каким вы его задумали для себя? Что будете писать в будущем? Что нам ждать? Чего бы хотелось? Какие планы? Ну, я думаю, что моя золотая коллекция еще пополнится. Вот, во-первых, школьная пара, как говорится, иногда самая правильная, вот это тоже нужно об этом помнить. Вот, ну и еще есть задумки, есть задумка сборника поэзии отдельно, сборник рассказов отдельно в жанре Агаты Кристи, значит, железное алиби, вот, в духе вот Агаты Кристи. Ну, а дальше, я думаю, что тоже жизнь подкинет какие-то новые идеи, какие-то новые сюжеты. Может быть, нам скоро ждать автограф-сессию с фанатами? Спасибо, было бы очень, так скажем, мило, если бы, наконец-то, сбылась мечта о творческом вечере. Спасибо вам большое, Надежда, что вы пришли к нам в гости, поделились своим маленьким секретом успеха и том, о чем пишете. Я желаю вам успехов, удачи, ну и надеюсь, что мы с вами еще не раз встретимся в этой студии, но уже по поводу других бестселлеров из вашей коллекции. Спасибо огромное.